приветствую друзья присоединяйтесь будет очень круто если вы в те кто присоединяются еще и напишут откуда вы нам всегда очень очень интересная география ну и судя по всему с нами уже андрей владимирович так что подключаемся совсем скоро но замечательно здравствуйте андрей владимирович очень рад вас видеть очень да это так приятно видеть вас у себя в инстаграме они просто наблюдать где-нибудь вот мы все весь коллектив клиники доктора комаровского ваши поклонники так что спасибо вас не очень хорошо слышно если можно подробнее говорите плохо слышно да у сейчас лучше стало вот вы просто подробнее телефон да я хочу маленькое предисловие которое базируется на очень классном афоризме от курпатова который мне очень нравится суть этого афоризма о том что паре надо определиться зачем вы вместе да и тогда ну как бы вы можете о чем угодно договориться и вот я так подумал что коль скоро мы с вами вместе собрались то будет просто круто сразу договориться зачем мы вместе я сразу скажу какую цель преследую я моя как бы главная идеология убедить молодых людей в том что материнство там родительство это не подвиг а счастье при условии что вы знаете что надо делать вот идеология образ матери героини и так далее это настолько противоречит моим представлениям о добре и зле что я просто как бы это первое и вот я понимаю когда я говорю что для того чтобы семья была счастливой она должна оплодать определенными базовыми знаниями обязательными да их и как как мне кажется эти знания чуть ли не со школы надо в голову вставлять так вот я даю знания в области педиатрии но я чувствую острейший дефицит вот знаний из области психологии психотерапии и того то что можете дать и вот я хотел бы прежде всего попросить вас если это невозможно понятно что времени у нас немного все таки сказать вот как с вашей точки зрения какие именно направления вашей деятельности что прежде всего должны знать родители где они могут эти знания взять как ими пользоваться ну я думаю вы понимаете о чем я говорю спасибо большое за вопрос за этот и вообще я очень рад с вашей аудиторией тоже встретиться потому что очевидно что это родители которые беспокоятся своих детях и в общем это всегда большая ценность я прошу прощения за голос я сделал себе прививку от ковида и на этом фоне мой иммунитет рухнула я простуду поэтому чувствую себя неважно но простите за урчание моего горли я все запрыскал что только возможно чтобы потечу вас тут вот значит я согласен с тем что родительство это большое счастье и не пережить родительство это обделить себя вот с другой стороны я не могу полностью согласиться в нынешних условиях быть родителям это героизм значит героизм в прошлом родительские он был понятен пеленки стирать бесконечные нужно было там не было этих всех нынешних удобных устройств которые там позволяют стерилизовать там и как в общем ну все что угодно раньше материально-техническое родительство было некомфортной сейчас понятно что в этом смысле все стало значительно проще но остается возникла новая проблема раньше воспитанием детей занималась общество в целом потому что все что было вот выстроено в рамках вот этого такого общественного договора между тем как должен вести себя ребенок что какие у него должны быть авторитеты значит какие у него системы интересов приоритете то есть чего начал великий маяковский когда все такое хорошо что такое плохо базовые ответы и там он приходил к отцу реально состояла в том что если бы ребенок пришел к любому взрослому ответы на эти вопросы были бы идентичны ну плюс и в этом смысле воспитанием детей занималась в целом общество вот вот не навязчивая правильно смотрела в нужные моменты на него правильно его одергивала нет наоборот пожал и так далее вот сейчас родители оставлены один на один не только с ребенком вот но и с общей вот такой культурно-политическим безобразием которое мы наблюдаем повсеместно вот и с интернетом который к сожалению превращается для детей в реального учителя в реальный такой источник информации вот при этом у нас не существует никаких правильных путей в интернете чтобы ребенок получал ту информацию которая адекватного возрасту его мировосприятию там и так далее понятно что там есть какие-то кибер угрозы но вот но это ерунда по сравнению с общим фоном при как две очень много разрушительного какого-то контента там так далее вот понять можно они смотрят то что их больше всего пугает или то что приковывает их внимание они же маленькие такие прямотенки которым нужно чтобы их сказать смотреть на страшное для того чтобы защищаться вот проблема состоит в том что это сильно очень влияет на их психику с одной стороны с другой стороны они к сожалению в результате формируют свои фундаментальные психические особенности да значит в неестественной среде один из моих учителей выдающихся лев маркович векер он говорил мышление начинается вот тут и показывал кончик пальца действительно оно начинается наше мышление сощупывание мира вот это главная физиологическая функция да мы должны его пощупать удариться головой значит все измерить собственным так сказать померить собою метод мир и после этого мы в нем как бы сказать находим самих себя и он на структурирует ребенок который привязан гаджета он конечно иммобилизован я это называю иммобилизовать ребенка дать ему гаджет он сидит никого не трогает вот но на самом деле у него фундаментальных нету тех ключевых ощущений которые он должен получить от мира когда идет строение его мозга и вот когда вы меня видите что я считаю самым важным что должны знать родители то родители прежде всего должны понимать что ребенок рождается с абсолютно не готовым и мозгом то есть если все остальные органы у него плюс-минус уже как-то функционирует вот если мы говорим про мозг это реально абсолютно это вот такое полено значит папа карла из которого будет дальше вырезаться ребенок в полном смысле этого слова то что мы это конечно наш мозг вот и мы рождаемся с запасом нейронов больше чем у младенца больше нейронов чем у взрослого в головном мозге у нас 87 миллиардов среднем на голову у него больше чуть чуть ли не в два раза вот мы рождаемся с запасом у него совершенно нету связи между то есть они есть но они дико такие маленькие локальные и вот задача формирование детского мозга это чтобы все клеточки у него есть связались друг с другом из разных областей проросли друг другу отростками значит для того чтобы это произошло и возникла связность мозга который позволяет ему функционировать как целостной структуре значит для этого необходима масса специфических опытов важно социальное влияние взаимодействия важны естественные раздражители значит вот если говорить просто про три базовых нейронные сети которые формируются у нас от младенчества к 25 годам вот это такой четверть века формируются наши ключевые нейронные сети они называются сеть выявления значимости центральной исполнительской сети дефолт система мозга каждый из них формируется под воздействием определенных внешних факторов значит центральная исполнительская сеть отвечает за нашу сознательную рассудочную деятельность сеть выявления значимости за способность концентрировать внимание и фиксироваться на задаче дефолт система заглубинное мышление и построение социальных взаимосвязей форм умение формировать образ другого человека понимание того что он что-то чувствует и переживает это длительный процесс значит в процессе нашего развития ребенок теряет нейроны он теряет нейронные связи значит если мы не дали нужных раздражителей в нужные периоды времени мозгу то это не просто не сформируется это на любом уровне зрительной коры и фронтальный который отвечает как бы за сознательность вот поэтому стоит задача перед родителям очень хорошо понимать что они занимаются созданием мозга ребенка вот они его буквально создают он на их что называется руках лепится я вам честно скажу нет я нахожусь в таком очень сложном положении и мне вот совсем не хочется вас перебивать если честно понимаете и я прекрасно понимаю мы оба как являясь профессиональными лекторами мы можем как бы то есть один из нас может вообще куда-то отойти предоставить слово и так далее значит для начала я действительно вот сейчас хочу немножечко расставить точки над и чтобы я при я немножко хорошо знаю свою аудиторию я знаю что им сейчас надо от нас всех поэтому первое я хочу как бы подвести предварительный итог тому что вы уже сказали как я это понял прежде всего я вам безумно благодарен за то что вы не согласились в моем со мной в полном объеме с формулировкой о том что родительство не должно быть подвигом что это счастье но в сложившейся социально-политической обстановке вы это действительно можно рассматривать как подвиг и я вдруг вот именно сейчас благодаря вам понял почему в 90 процентах на их интервью мне вопросов о политике задают больше чем о детях понимаете мы наконец-то все понимаем что на самом деле это то о чем я все время говорю когда пытаюсь раз там свои политические взгляды рассматривать потому что моя мечта это модель киндероцентрического государства в которой каждое политическое решение каждое слово политика каждый закон рассматривается через очень примитивный вопрос а от этого закона что изменится в жизни ребенка в жизни семьи в этом вот в этом социуме да и я вижу что рядом что абсолютное большинство законов такие явления как ребенок семья школа детский сад врач педиатр учитель беременность это вообще за пределами законотворчества да и тут я конечно готов с вами всячески согласиться что да мы оставили позади социальное государство стали с кучей недостатков но статали строить какой-то недоразвитый капитализм в которой дети и семья они на той чаше висок которую пересилили деньги экономические категории и так далее это спасибо все понял теперь по тому вопросу которым вы сказали то есть мы сформулировали основную идею это ваша идея но она очевидно физиологически что ребенок рождается с нулем в голове до абсолютным причем это психологически неврологически физиологически ну практически кроме там части безусловных рефлексов мои подписчики пойдут сейчас в википедию прочитают кто такие безусловные рефлексы но тем не менее кроме этих базовых безусловных рефлексов сосания глотания дыхания и пуканья у него ничего нет так вот если мама и папа надеяться на то что кто-то вместо них вложит в голову ребенка это то это ошибка ну это принципиальнейшая ошибка это первое но еще же уникальная ситуация состоит в том что если мама и папа то есть понятно что на школу на детский сад надежды нет уже поздно будет надо сейчас да но попытка переложить эту функцию на старшее поколение сплошь рядом не срабатывает все века срабатывала а в 21 веке не срабатывает потому что настолько огромный разрыв до технологиях в уходе и так далее что фактически опыт бабушки не реализует я правильно понимаю теперь да ну у нас надо понимать что в целом продолжительность активной жизни выросла бабушки дедушки они там 60 лет могут быть совершенно самостоятельными людьми у которых куча своей работы куча занятости куча интересов там и так далее они не видите именно поэтому я всячески призываю бабушек заниматься дедушками и сделай так чтобы мамы занимались детьми и папами в конце концов вот поэтому это тоже большая раньше же еще что было это их не хорошо и неплохо но правда состоит в том что дети воспитывались в больших семьях то есть в одно я воспитывал я жил с бабушками с дедушками папа мама значит братья кузены тети в общем там и так далее то есть это очень такая мощная социальная среда где ты получаешь много опыта даже если тобой специально не занимаются потому что ты просто вынужден среди этих сил значит как-то лавировать и это уже требует от тебя интеллектуальной здоровки ты еще наблюдаешь и видишь много образцов для копирования кроме сейчас ребенок может кроме мамы или телевизора не видеть ничего он видит телевизор эти вот замечательный мультик маши и медведей понимаете но модели копирования я прошу прощения не не очень вот поэтому это родителям тоже и в их героическую казино я кстати часто об этом рассказывал о том что я вот просто вам пожалуюсь что я регулярно у меня на приеме дети разговаривают со мной интонациями свинки пеппы вот вот они то есть он явно этот ребенок и для меня как только я это слышу уже диагноз я уже знаю что кто сейчас получит по мозгам в этом кабинете и кто воспитывает этого ребенка к сожалению не родитель а свинка пеппи ну вот в вашей ситуации просто я почему просто почему то я не знаю может это чисто вот в украине тема такая но у нас как бы получается свинка пеппа актуальнее чем маша то есть машины интонации с медведем я слышу реже понятно понятно я честно говоря не являюсь и детским психологом я вообще был вынужден так сказать заняться детством по причине того что ко мне приходит я являюсь человеком которому приходят родители и спрашивают что им делать со своими детьми я смотрю на них в некотором ужасе потому что они спрашивают это в 14 15 16 лет возраст в котором родители задумываются что оказывается с детьми нужно было что-то делать почему я вам скажу у нас очень похожие ситуации только у меня бывает такая ситуация когда они там 20 лет лечат такой бронхит который на самом деле астма и потом приходят ко мне это что с этим делать понимаете то есть когда надо было вообще вам можно было помочь 15 лет назад за три месяца понимаете и закрыть эту тему но увы вот то есть вы тут тоже страдаете я понял кстати я хочу вам рассказать одну очень интересную вещь я просто недавно натолкнулся на эти материалы возможно если вы с ними не сталкивались вам тоже будет интересно из этого сделать вывод значит смотрите практически у всех млекопитающих продолжительность жизни самки от того момента как она прекращает размножаться до того момента как она погибает ну это очень немного ну буквально пару лет человек чуть ли не единственное млекопитающее где женщина после того как она не может уже размножаться ну естественным путем да живет еще чуть ли не полжизни и подсказано и как бы делается вывод из этого наблюдения совершенно очевидно что по-видимому в сообществах человеческих в тех стаях где самки жили дольше и могли ухаживать помогать ухаживать за детенышами выживаемость была значительно выше то есть смотрите то есть физиологически то есть человеческая популяция она настроена на бабушек на помощь бабушек вы понимаете вот просто очень интересный момент тут и наверное если мы с вами сейчас договорились давайте обсудим психофизиологию феномена бабушки мы могли часа три об этом разговаривать это было бы очень интересно я вам даю как бы как бы информацию к размышлению как как будете готовы я всегда рад почему потому что со мной бабушки часто как спедиатров они более активны чем мамы сплошь и рядом вы понимаете и это вообще потрясающая тема мне было просто интересно рассмотреть ее нет я как как ее смотреть с педиатрически понедлит я знаю с ваших это я вам просто прошу вас давайте может там на будущее через годик просто поговорим о бабушках я с удовольствием договорились классная тема как будете готовы я всегда просто я всегда готов говорить о бабушках это моя больная тема ну приятная тема потому что самое важное получаем в каком-то смысле от бабушек потому что они уже внуков расценивают как вот такую полноценную инвестицию себя потому что родители они все-таки продолжают еще жить свою жизнь у них параллельно есть свои где-то амбиции где-то задачи где-то всякие разные кризисы и так далее и так далее и так далее а бабушки в этом смысле они в чем прелесть этого возраста до тревоги юности отступили да можно почувствовать себя уже да и в этом смысле с большей теплом любовью относиться к ребенку но вы знаете Андрей Владимирович я единственное что хочу опять-таки сказать это такая вот вообще беда наша вот наша общая практически всего постсоветского пространства и ты с этим постоянно сталкиваешься с жуткой болью когда попадаешь там в Европу и тебе прямо в глаза вот это бросается это огромное количество бабушек которые гуляют под ручку с дедушками вы понимаете которые вот это вот наше вымирание дедушек стремительное понимаете о том что сплошь и рядом бабушка не хотела бы заняться дедушкой но дедушки уже нет вы понимаете и эти внуки чуть ли не единственное что в жизни остается и наверное это еще одна тема как психологически психологически нас всех настроить на то что брак брак одной из важнейшей целью брака является вот вот то время когда вы вдвоем будете встречать старость счастливую без боли без слюней без унижений вот вот это вот задача страны государства нас всех создать такую модель жизни чтобы мы перестали бояться старости и одиночества вот это всего и это тоже один из феноменов которые очень важны для нас для всех как мне кажется здесь мы сталкиваемся опять проблемы множатся к сожалению потому что действительно есть вопрос вот этой зрелой жизни которая должна быть и достойной которая должна быть полноценной и которая конечно должна быть максимально не одинокой потому что главные причины суицидов у пожилых людей а не группа риска как раз по суицидам это чувство одиночества никому ненужности вот но если говорить про в принципе про вот эту проблему шире то мы увидим что у нас сами браки сейчас теряют свою прежнюю стабильность вот общество переходит от такой структуры долгого брака с одним партнером к такой более периодичной форме да вот у нас дети появляются по реже и реже воспитываются фактическими отцами вот они чаще воспитываются другими мужчинами матери вот ну то есть мы в целом сейчас огромное количество молодых людей не хотят не хотят вступать в брак не хотят водить детей там и так далее вот это вот новое общество цифровое в котором вся коммуникация по сути происходит в онлайн ребенка можно было бы родить в онлайн то все бы с удовольствием это сделали вот я боюсь что современные технологии скоро предоставят такую возможность вот родить и испытать чувство родительства в виртуальной среде я практически не иронизирую если вы там следите за мной я много занимаюсь современными технологиями и тем как они фундаментально меняют психику человека и общество наше вот поэтому у нас на самом деле важная история чтобы в этой трансформации института брака не потерялся ребенок вот я здесь вас очень поддерживаю формулировки вот это детоцентричного государства общества там и так далее ребенок не должен оказаться за бортом значит вот этих вот родительских последовательных каких-то значит смен партнеров формирование разных союзов там и так далее и так далее и так далее и когда общество как раз перестала заниматься детьми сейчас самое время когда оно должно ими заниматься потому что родители к сожалению надо еще отмечать совершенно незрелость родителей вот они сами тоже уже все больше и больше из цифровой среды они все сами тоже страдают цифровой зависимостью папы играют в компьютерные игры с сутками напролет и это драматично как бы сказать для семьи для мамы для ребенка там и так далее мамы зависают бесконечно значит в инстаграммах там в пятом десятом вот им тоже не до детей вот сейчас на самом деле роль государства на мой взгляд воспитание детей должна возрастать просто неимоверно оно исчезает практически абсолютно и это касается всех и вас и нас в общем все заняты какими-то семиминутными проблемами не понимая что государство должно инвестировать в будущее и это про что они должны думать потому что в конечном счете когда мы станем немощными эти дети будут управлять и страной и если мы их сами к этому не подготовим то ну как бы не на кого будет потом в нашей дряхлой старости так сказать причитать не на кого будет я вам должен сказать что мне лично это очень близко вам как-то там похоже у вас удалось вам пропетлять как бы прибиться туда где вас не трогают а меня все время в моей стране очень активно пытаются затянуть в политику понимаете и я ну просто не вижу ни одной политической силы и у вас я их тоже не вижу как бы ну и которая вот для которой слова семья и дети являются ну в принципе произносимыми все время мы говорим про языки про территории про патриотизм про армию про так про что угодно только не про самое 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 главное ничего не бывает и тут я мне что то сейчас я сейчас буду опять говорить цитаты курпатов ну как бы и потому что я вам честно скажу что это вообще круто я считаю вы должны кстати знать я просто вам как как человек который завел попал в интернет в тысяча девятьсот девяносто шестом году у меня была электронная почта а в девяносто восьмом году уже был сайт доктора комаровского понимаете то есть я как бы из пионеров вот это всего да так вот я вам честно скажу я безумно люблю людей я оценил всегда вот у меня например самый великий философ для меня в этом мире это Михаил Жванецкий вот вот человека который может в трех словах выразить весь мир да вот это просто круто я поэтому кстати я должен честно признаться что я именно поэтому люблю курпатова за его афористичность за то что из некоторых ваших предложений можно читать трехтам часовую лекцию потом и вот ваша фраза о том что единственным критерием удалась жизнь или не удалась является чувство радости да и вот вы понимаете какая ситуация вот чувство радости о котором вы так много говорите которое является главным симптомом счастья я так понимаю да радость это симптом счастья качество жизни я бы сказал ну по большому счету да но именно вот это радость вот я вам хочу сказать что я все время вижу что молодая семья крайне редко находится вот в этом чувстве вот это чувство она находится в чувстве тревоги а я даже не буду говорить о том что поскольку когда человек хочет спать то у него никаких чувств нет как вы понимаете кроме желания я спать да и вот сплошь и рядом мы видим что вот это родительство оно лишено радости как таковой вот и как вот я вижу это каждый божий день и что с этим делать как педиатр я пока не знаю потому что я упираюсь не в педиатрические проблемы я упираю в проблемы социальные психологические экономические какие угодно но никакими клизмами зеленками и лечениями я не решаю эти вопросы я здесь с вами абсолютно согласен проблема молодого поколения ну молодые до сорока лет мы по повозу мы продолжаем быть молодыми мы с вами уже покинули лоно молодых вот там еще остается много людей вот молодости вот эти до сорока лет люди сейчас находятся конечно в очень тяжелом состоянии в значительной степени это обусловлено отсутствием ощущения будущего значит вот наши амбиции наши желания наши стремления они рождаются от видения некой цели которая нами овладевает и тащит нас вперед вот в ситуации при которой мы потеряли будущее а сейчас будущее во всем мире потеряно мы в этом смысле не уникальны вот то есть раньше понятно значит или кому-то обещали там светлый коммунизм этот значит кому-то обещали американскую мечту кому-то обещали царствие небесное в общем всем чему-то обещают и это было всегда значит и это очень хорошо работало ну то есть понятно что все это можно подвергнуть так сказать критики вот реалистичность этих планов но вообще наличие будущего оно людей утащило вот и они и вкладывались в детей в этом смысле что дети это тоже будущее сейчас люди живут уровень мы вот исследуем как люди планируют свое будущее значит вообще они планируют в среднем на полгода а в процессе пандемии оно снизилось до трех месяцев то есть вот даже отставленные планы да вот я в детстве я совершенно четко знал кем я буду работать когда я выйду на пенсию значит какая у меня будет дача и как я буду нянчить внуков у меня был абсолютно понятный образ будущего сформированной вот той культурой в которой я формировал а сейчас нам говорят что локдаун до 15 апреля наши планы диапазон планирования это 15 апреля да потому что мы точно да ну это же действительно ужасно когда вот я кстати вижу в этом одну из самых больших опасностей коронавирусной эпопеи о том что мы действительно перестали реально вот для меня как для человека у которого ну наверное вам это тоже знакомо как для человека который ездит лекции все время что-то тебя где-то ждут в десяти местах каждый день и ты у тебя распланирован я например поймался на том что год назад я мог открыть вот календарь примерно на восемь-девять месяцев у меня было ну увы то же самое правда вдруг бах две недели это предел предел да это правда вот но в этом это будет ситуация тоже ухудшаться это связано не только к сожалению с коронавирусом это связано с тем что мы не понимаем как будут развиваться технологии как они будут действовать на общество вот потому что ну понятно что мы к сожалению находимся на периферии вот таких активно развивающихся стран в экономическом смысле в технологическом смысле там и так далее вот но и все равно технологии к нам так или иначе приходят все-таки все компании транснациональные, и, в общем, мы с этим ничего не поделаем. И вот уровень роботизации, который сейчас возрастает, значит, он будет расти просто семимильными шагами. Люди все меньше и меньше будут не только в сфере производства, но и в сфере услуг заменяться, да. Вот мы с вами, как доктора, должны больше всего бояться компании IBM, которая выкатит свой IBM Watson, который сможет, в общем, достаточно системно учитывать все показатели здоровья человека и используя самые современные знания в области медицины, помогать. Я вам тут должен сказать, что я, как педиатр, тут нахожусь в более выигрышном положении, чем терапевт. Я вам объясню, почему. Потому что педиатры, если он нормальный педиатр, он стремится минимально регулировать ребенка и максимально регулировать окружающую среду. Терапевт направлен на регулировку ваших внутренних органов. А нормальный педиатр понимает, что если исходно ребенок с неизношенными системами и так далее, начинает вдруг не вылазить из болячек, то это у него конфликт с окружающей средой. Это абсолютная глупость. Травить ребенка там лекарствами, надо менять окружающую среду. То есть, если протокол, как корректировать твои функции, более-менее понятен, то сложнее будет автоматизировать изменения поведения мамы, папы и влажность в квартире и так далее. Да, это абсолютно правы, но общая тенденция такова, что мы не знаем, кем мы будем работать через фазу. Ну, то есть, понятно, что врачи это да, такая сфера очень чувствительная с точки зрения человека. Человек не очень доверяет машину в области медицины. А то, что касается других профессий, будет происходить существенная замена, будет изменяться характер социальных связей и так далее. И из-за того, что по прогнозам нынешние дети изменят профессию в будущем в пять раз. Вот наш ребенок... Поменяют пять профессий. Да, не просто разных направлений в одной профессии, а именно сферы будут вынуждены поменять, то, что они будут устаревать по мере взросления ребенка, и если раньше можно было выучиться один раз и всю жизнь с этим багажом, так сказать, быть полезным обществу, близким самому себе, то сейчас, к сожалению, этого нету. И в этом... Но заметьте, это же очень из нашего с вами детства, да? Вот ведь есть целый пласт такой разговоров на тему «Кем ты хочешь быть?» И получается, что сейчас вот этот вопрос «Кем ты хочешь быть?» обсуждение будущего с ребенком, оно... Этому уже надо учить родителей, потому что надо уже сейчас готовить людей к тому, что кем ты будешь быть? Ты должен быть счастливым человеком, которому интересно, которому... Не надо придумывать специальности. Через 20 лет специальности будут такие, о которых никто сейчас и не слышал, да? Ты будешь... Кто 20 лет или 5 лет назад знал, «Что такое блогер в ТикТоке?» Да. Понимаете? Ну, вот как? ТикТока. Я больше того... Да. Да, это правда. Вот. И, конечно, это увеличивает вот степень неопределенности для родителей и это увеличивает их стресс. Значит, вторая вещь, которая действует на родителей и что приводит их к состоянию стресса, это связано в первую очередь с, значит, вот самим цифровым потреблением, потому что избыточное время проведения в гаджетах и в телефонах приводит к росту аутоагрессивных расстройств, вот таких суицидальных намерений и, в принципе, вот депрессивной симптоматики. Если молодая девушка проводит в социальных сетях больше 8 часов в сутки, то у нее гарантированно есть клинические признаки депрессии. Вот. То есть, условно говоря, вторая проблема, которая связана с этим. Третья проблема связана с социальным кругом. Значит, ну, вообще мы, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это работает и в обратном направлении. То есть, условно говоря, та социальная среда, в которой я нахожусь, она определяет меня, да, не определяют среду, а среда определяет меня. Вот. И сейчас в обществе очень много негатива, много таких поверхностных отношений. Все больше и больше люди относятся друг к другу функционально. Люди стали все более заменимыми. Не с этим, так с другим, не то, так это. Вот. То есть, вот эта прочность социальных связей, глубина социальных отношений, она утрачивается. В результате мы все-таки с вами стайные животные. Нам нужен наш ближний круг. Нам нужен наш следующий за ближним, да, это в антропологии называется круги Донбара. Да, нам нужно, чтобы рядом было 5 человек, близких человек, чтобы на вытянутой руки было 15 человек, с которыми можно разделить свои психологические состояния. И так дальше должно быть 50. А сейчас это внутренняя стая наша, про которую я рассказываю, там, не чертить разум, например, в других книжках. Она, по сути дела, оголяется. Значит, по сути дела, что как будет чувствовать себя стайное животное исторгнутое из стаи. Оно будет чувствовать себя тревожно и депрессивно. А мы в каком-то смысле при иллюзии очень объемного общения, потому что мы все устаем от общения, да, мы как бы уже людей вокруг, ощущение, что их надо как-то достать танку и уже как-то прореживать, да, вот, реальных отношений с другими людьми, глубоких, эмоционально полных, заинтересованных, там, и так далее, просто по пальцам посчитать, а то и пальцы, в общем. Ну да, и в этом плане там аргумент у меня 3000 друзей в Фейсбуке, а на самом деле ноль, на самом же деле это ноль, что даже 3000 умножить там на хоть 20000, все равно ноль, потому что живое общение, аргументы, эмоции, и в этом же тоже мы видим сейчас страшную трагедию перехода мира онлайн с этим коронавирусом, потому что для меня, у меня сейчас впечатление, что количество людей глубоко несчастных именно из-за закрытости мира, количество последствий этого всего намного превышает даже страшные последствия самого коронавируса. Просто это трудно посчитать это количество проблем, но я просто вижу, как мир стремительно погружается в какую-то мировую депрессию, вот как депрессию, мы уже можем говорить не про депрессию конкретного индивидуума, депрессия семьи, депрессия государства, города, как есть же термин депрессивный город, вот мы видим депрессивное человечество, когда посмотрите же кругом, мы улыбающихся политиков не видим вообще, как только если политик пошутит, ему тут же скажут, люди умирают, задыхаются, а ты шутишь, как тебе не стыдно, и это депрессивно еще и поощряется всеми, это уже точно из вашей области, с ними как-то бороться надо, Мирзав, уже сил нет, область-то наша, но не дотянутся наши знания дотуда, к сожалению, там свои атмосферы, вот, вот туда как раз бы и надо бы, вот там, мне вообще кажется, что будущее человечества будет хорошим, если мы попытаемся программами заменить политиков, политиков, было бы идеально, потому что там понятные правила, да, просто, чтобы там был компьютер, который будет говорить, какой закон нужен, куда отправить деньги, там четко все понятно, вот тогда будет вообще круто, а они идут к детям, в школы преподавать, ухаживать за стариками, налаживать инклюзив там, и так далее, вот это было бы круто, вообще, надо всем нам строить, вот, управляй, пусть нами управляет компьютер, а с детьми возятся те, кто сейчас политики, вот это будет счастье. Это правда, я, может, не всем детям этим посолитую, как бы там ни было, а мы сейчас, вот, если очерчиваем эту родительскую депрессию, то у нее, вот видите, очень много разных компонентов, будущего не обнаружить, социальность расстраивается, как бы сказать, теряет прежний объем, вот, ну и плюс ко всему этому наращивание в целом вот такого эмоционально-деструктивного фона, значит, потому что в конечном итоге мы, конечно, люди, которые заряжаемся от окружающей среды, вот, если ребенок воспитывается среди депрессивных родителей, он никогда не будет счастливым, веселым, довольным ребенком, да, вот, почему, потому что сама атмосфера не предполагает навыков испытывать счастье, испытывать радость, испытывать удовольствие, там, и так далее, вот, и вот мы накапливаем больше и больше этих вот грамм таких негативного эмоционального реагирования, общество становится более агрессивным, подобное, становится невероятно агрессивным, вот, в 2017 году в Америке было зафиксировано первый раз, значит, у подростков замеряют, о чем они думают, когда они ничего не делают, вот, это называется наше, так называемое, мысли блуждания, которые нам приходят, когда мы находимся в ситуации, когда нас никакая внешняя цель не захватывает, и всегда у подростков это был секс, то есть подростки думали чаще про секс, чем про что-либо другое, если вот просто слушать их внутренний монолог, вот, в 2017 году впервые смерть вышла на первое место, люди, подростки чаще думали о смерти, чем о сексе, вот, и это, мы понимаем, что это в целом это Америка, то есть страна, которая продолжает в целом это крупнейшая экономика, ну, плюс-минус перспективы, конечно, несравнимые с которые есть в странах развивающихся там и так далее, вот, но даже там вот этот вот депрессивный фон этих паттернов, вот, он начинает воспроизводить и опять же это родители, вот, которые создают среду, в которой ребенок изначально формируется уже травмированным жизнью, хотя в его жизни еще, вот вы правильно все время говорите в своих выступлениях и мне это всегда очень нравится, когда вы говорите, что вот ребенок-то с ним ничего не надо делать, вы просто сами с собой что-нибудь сделаете вокруг, вот наведите порядок, он там правильно начнет расти внутри, вот, вот у нас сейчас история с психологической точки зрения ровно такая, до тех пор, пока родители сами не смогут себя вытащить из болота депрессии, тревог, агрессивности там и так далее, дети будут формироваться вот точно такими же капризными, психологически болезненными, депрессивными, агрессивными там и так далее. ну просто вы понимаете, я реально ловлю себя на том, что вот последнее время, я все больше и больше, когда ко мне приходят люди, я работаю не педиатром у ребенка, а психологом, психотерапевтом у родителей, когда я понимаю, что у этого ребенка нет, его проблема это папа и мама, вот это проблема, и, но я опять-таки отчетливо понимаю, что у абсолютного большинства педиатров нет подготовки, которая позволяет работать с родителями в этом направлении, что этот пласт знаний абсолютно не раскрывается, не дается вот в образовании, понимаете, есть протокол лечения ангины, но нет протокола алгоритма действий, когда мама не выспалась, нельзя решить, нельзя кормить ребенка грудью, нельзя обеспечить нормальное существование семьи, если мама не хочет спать, любой мужик скажет, что самое страшное в доме это не выспавшаяся женщина, но ни в одном учебнике не написано, как дать маме выспаться, а ума у него у самого оставить ее и сказать поспи, забрать ребенка и уйти погулять, на это элементарное не хватает, и у бабушки, которая говорит и умничает и рассказывает, сейчас выйти врача, аптеку, тоже не хватает ума понять, что как только мама выспится, количество жалоб будет в 10 раз меньше, понимаете, и надо просто взять этого ребенка и дать ей перестать работать мамой хоть на час, чтобы она спала. Вот вы снова вернулись к героизму. Ну, что делать, просто я примерно для себя эти модели, алгоритмы, я просто сейчас вижу, что ничего нового в лечении пневмонии, ангины или соплей, я последние 15 лет не говорю. А возможности маме отдохнуть выросли многократно, но вместо того, чтобы отдохнуть, она включает телевизор, который не замолкает, и в свободное время лезет в Инстаграм. Да, это вот наша сейчас беда. Вот, поэтому, ну, если возможно, у нас просто там время эфира под... У нас еще с вами есть 15 минут. Да, я вот хотел немножко откатиться к первому вашему вопросу относительно того, что очень важно знать родителям. Да, 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 конечно. Почему я, в принципе, вот этой детской темой занялся, да, я хочу говорить, что ко мне приходят, приходили, когда я консультировал, я сейчас не веду активных консультаций, вот, но приходили родители и жаловались на 14-15-летних детей. Время ничего невозможно поделать. То есть вы уже, по сути дела, сформировали все базовые составляющие психики ребенка, вот, и он дальше, по сути дела, уже под давлением этих вот собственной инерции, собственного уже сформированного психического аппарата, начинает определять траекторию своей судьбы. Вот, самые важные годы нашего взросления в этом смысле, это 10 лет первые, значит, и в эти 10 лет родители не понимают, что этот ребенок вырастет, и все, что они в него заложили, им вернется. И вот, когда эти 10 лет проходят, они дальше вдруг начинают, а выросло-то дитятка, оно теперь не просто, его в угол не поставишь, он сам может кого угодно уже в угол поставить. Вот, и вот эти 10 лет нашей абсолютной власти над ребенком очень важно использовать правильно. То есть, это то время, когда вот все, что мы сделаем первые 10 лет, после этого будет определять жизнь ребенка. А, к сожалению, когда ему уже там 12-14, мы можем только какие-то косметические процедуры производить. Вот, именно поэтому вот, собственно, детством и занялся, но понятно, что психология, она в принципе вся основана на детстве, потому что Лев Семенович Выгодский, наш самый великий психолог, исследователь, специалист с мировым именем, именно он сформировал вот это понятие зоны ближайшего развития, именно он создал вот эту периодизацию формирования детской психики, каждой из которых нужны свои ходы, свои действия, свои подходы. Вот, и я в этом случае совершенно случайно, я был уже в каком-то отчаянии, я сидел, значит, с мамой, я помню, в кабинете, это было в 7-й психиатрической больнице, значит, на Васильевском острове, вот, она мне все жаловала, взялся на своего, значит, детеныша, вот, и я просто говорю, ну, вы понимаете, у него еще милинизации не произошло, вот, и тут вот, я в этот момент, я ей потом рассказал, значит, что такое процесс милинизации, вот, и я вдруг увидел совершенно другой свет в материнских глазах, значит, почему, потому что мы, как врачи, естественно, понимать, да, что, ну, что есть определенные физиологические процессы, которые что-то помогают ребенку сделать, вот, а что-то еще эти процессы в мозге не произошли, и он не может, да, ребенок шестилетка реально не может понять, почему килограмм железа равен килограмму ваты, ему это не представить, его голове это не складывается, да, вата же легкая, как она может быть, значит, такой же тяжелой, как железо, вот, потому что уровень психики еще такой, что он не способен это понять, и вот самое главное для родителей, которые начинают со своим ребенком, когда ему год выяснять отношения, когда ему три года, говорит, мы с тобой договаривались, вот, не понимая, что в три года с ребенком невозможно договориться, там просто договорилка не выросла, вот, там, он пока недоговороспособный, да, вот, в пять лет, когда они начинают говорить, пойми меня, мне тоже тяжело, значит, дорогие мои, и еще пять лет, и этот вопрос можно поставить и то очень осторожно, потому что только к десяти годам ребенок способен к тому сочувствию, которого мы от него ждем, да, и вот самое важное понять, вот, когда, это самое печальное в родительстве, да, когда ты раздражаешься на свое время, он не соответствует твоим ожиданиям, но важно, чтобы твои ожидания были комплементарны возрасту, то есть, вот, если у ребенка возраст год, вот, что можно от него ждать, а вот, что от него ждать нельзя ни при каких-то предстоятельствах, потому что вы унижаете ребенка, вы травмируете себя, и вы портите отношения в духовном месте, есть то, что в три года для ребенка норма, и он должен этого уже добиться, мочь это делать, но есть куча вещей, которые он, в принципе, не приспособлен, да, и вот вы не пытаетесь просто, вы разочаруете себя, ребенок покажется вам абсолютным тупицей, значит, который над вами издевается, дети не издеваются над родителями, если родителям, как дети, издеваются над родителями, значит, родители просто создали не те условия и ждут от него не то, что, ну, как бы он способен произвести, и вот, самое главное, я вот описываю в своей книге «Счастливый ребенок», ключевые вот эти фазы, в которых нужно понимать, что ждать от ребенка и что, на что он способен в каждом конкретном состоянии, и что делать, чтобы у него эта зона ближайшего развития все время, как бы сказать, по напряжению и вовлекала его все быстрее и быстрее, и родители становятся невероятно более счастливы в своем родительстве в момент, когда они понимают, что их ребенок, вот то, что он делает, это неплохо, вот, это не потому, что он издевается над вами, не потому, что он что-то там и так далее, а это абсолютно нормально, вот как только они поймут, что есть норма в каждом моменте, ну, что возможно, что невозможно, ну, люди же не ждут от себя, что они будут прыгать через ограждение в два метра каждый, ну, я не прыгну. Ну, вы знаете, Андрей Владимирович, я как раз готов тут подтвердить, сколько я видел несчастных женщин, несчастных просто потому, что их ожидания, их представления о нормах, ну, вот, у нам годик у нас всего два зуба, все, жизнь теряет смысл, в принципе теряет смысл, как вы, вот вы когда-нибудь видели, ну, вы, наверное, вот, вот не видите этого, а я это вижу регулярно, как мама снимает с ребенка подгузник, это, вот, когда папа снимает подгузник, он делает все, чтобы быстрее от этих какашек избавиться, да, мама, мама, она обязательно засунет нос в этот подгузник, рассмотрит все какашки, обязательно рядом должны быть ватные палочки, которыми она расковыряет все какашки, и потом она всем задаст вопрос на тему, а у нас там я нашла что-то беленькое, что-то желтенькое, какая-то слизь, это не, то есть у них даже есть сформированные, представленные, ожидания правильных какашек, вам психологам в жизни страшно повезло, у вас ожидания, там, знаете, они такие этические, моральные категории, а у нас у педиатров, ты видишь женщину, которая находится в глубочайшей депрессии, только потому, что ребенку написали заключение на УЗИ псевдокиста в головном мозге, вы понимаете, причем эта псевдокиста может быть обнаружена у любого ребенка, но мы уже услышали у нашего ребенка все, жизнь кончилась, все, смысла никакого нет, вот эти ожидания, я знаю, как бороться со своими ожиданиями, когда я говорю, ну человек рождается, для человека норма при рождении вес от 2,5 до 4,5 килограмм, и все это норма, то есть в два раза разница, это норма, то есть вы хотите, я не видел еще ребенка, чтобы у него зубы не выросли, нет таблеток, которые помогают вырастать зубам, ну нету зубов, ну посчитайте папе зубы, дедушке посчитайте зубы, может вставить пора уже, оставьте вы детские зубья в покое, так вот это с педиатрией, тут все очевидно, тут понятно, тут можно открыть табличку с нормами, как вам тяжело, психологам, я вообще не представляю, у вас же настолько границы между нормой и патологией размыты, ну это просто кошмар, мне надо от вас вот тоже инструменты, как мне их управлять им в мозги, потому что уже сил нет никаких. Ну мы сейчас как раз готовим онлайн-курс, он будет называться «Счастливые родители», вот, и в рамках этого онлайн-курса у нас участвуют семьи и с детьми, вот, и мы просили этих детей выполнить определенные задания, значит, когда вот мама, значит, переживает, что ее дети, они, значит, вот, не хотят ее понимать, не хотят, там, 4, 4, 6, 10, и так далее, вот, и мы им ставим, это просто очень оперативно, вот, ставишь перед ними два стакана, значит, в которых налито одинаковое количество сока, спрашиваешь, вот, сколько тут сока, один стакан большой, другой маленький, ребенок сравнивает, вот, и говорит, количество сока, значит, одинаковое, потом переливаешь, показываешь, значит, просто изменилась форма стакана, то есть он оказался, и он говорит, сока стало меньше, ну, то есть, вот, и мама смотрит и говорит, господи, то есть он не способен понять, что из-за изменения тары не меняется количество сока при перелите, я говорю, нет, и вот, когда родитель увидит, вот, на таких очень простых опытах, да, что, ну, ребенок, он кажется сознательным, потому что мы вносим в него весь свой опыт, все свои знания, да, это такой знаменитый, когнитивное искажение, которое получило название проклятие знания, то есть, я знаю этот алфавит, я знаю, как писать, чего ты-то не можешь научиться, да ты писать сама училась сколько вообще лет, 10 лет школы, это изучение собственного языка, понимаете, таблицу умножения лет учат полгода, полгода, вы за сколько вы учите таблицу умножения, если вам сейчас дать, понимаете, за 15 минут, вот, и вот непонимание вот этого, и демонстрация того, что ребенок, ну, просто пока не способен, он всех вводит в работу, и вот, когда мы понимаем, что это связано, просто со зрелостью психики, соответствующей власти мозга, вот, все сразу приобретает абсолютно другое смысл и значение, а до этого родители находятся в своих иллюзиях неправильного понимания психики ребенка, так что вот, к счастью, как раз, я психолог, я врач-профессионер, вот, но, значит, психологам действительно легче, потому что в нашей, в этой науке, в детской психологии накоплено очень большое иллюстративных, вот, доказательств того, что ребенок, вот, он это может сообразить, а это не может, он не может построить причинный, о чем ты думал, говорит там, пятилетнему ребенку, он не думал, ну, как бы, даже если он скажет, что он думал, не обращайтесь на это, он просто не знает. Ну, вот видите, вот сейчас фактически, смотрите, вы вот говорите вещи, которые для вас, там, для психолога, да, являются абсолютно очевидными, ну, примерно, как, там, для меня очевидное, там, правило, что нельзя детям, не надо детям парить ноги, понимаете, или что зеленка не имеет к медицине никакого отношения, ну, тут есть базовые, но люди в большинстве своем не имеют представления об этом от слова вообще, и мы видим, что чуть ли не важнейшая отрасль человеческого бытия, скажем так, обзращивания детей, да, мы не имеем ни психологических знаний у пары нет, ни педиатрических, и почему-то мы так выстроили, не мы с вами, а традиционно в большинстве стран людей не учат быть в семье счастливыми, понимаете, вот как-то кажется, вы сами должны научиться, а на самом деле, вот это вот круто, что вот эти темы, они же только в порядке самообразования, вот, собственно, мы тут с вами, поэтому сейчас я должен подвести итоги, Андрей Владимирович, на самом деле, мы, конечно, могли с вами петь долго, но главное, у нас с вами именно очень классный, ну, как бы, органичный тандем, потому что мы находимся на пересечении тех именно базовых знаний, и моя половина, и ваши, ну, безумно нужны, они все время так тесно переплетаются, что мы вдвоем, конечно, очень здорово можем все это усиливать, но сегодня, фактически, мы с вами предприняли, как бы, попытку такого реального знакомства и понимания того, как много мы можем вместе, и нам реально надо всем объединяться, педиатром и психологом, детским, детским, не детским, это раз. Единственное, что, наверное, нам с вами действительно надо на будущее, потому что такие встречи, ну, безумно нужны, очень востребованы людьми, вы видите сами, и по количеству просмотров, вы увидите еще, сколько потом людей посмотрят на эфиры, это очень всем надо, но нам надо с вами просто вместе придумать очень узкие темы и закрытие, вот я вам предложил там тему, там, условно, бабушка, да, вот классная тема, давайте об этом поговорим, и так далее, короче говоря, мы давайте возьмем обязательство перед вот этими людьми, которые готовы нас слушать, что мы, или давайте, ребят, пишите прямо вот нам, вот мы выложим это видео в Ютубе, я надеюсь, пишите в комментариях, какие узкие темы, да, вот вы бы хотели, чтобы мы с Андреем Владимировичем встретились, и может быть мы возьмем за правило, там, раз в три месяца, раз в полгодика встречаться, то есть у нас, вроде как, очень неплохо получается общаться, и мне приятно, правда вам скажу. Я с удовольствием. Да, потому что у нас, в общем-то, что круто для меня, что мы с доктором Курпатом, похоже, ну, даже не похоже, а реально, даем одинаковые ответы на вопросы о том, что такое хорошо, и что такое плохо. И оба скулим и ноем по поводу того, что базово в этом мире вопросы какие-то другие. И оба мечтаем о киндероцентрическом государстве, дально, может даже, просто я понимаю, что ребенок, это путь к счастливой семье, вот семья, как основа всего, да, на самом деле. Поэтому, спасибо вам огромное, доктор. Мне правда было с вами хорошо, вот, надеюсь, это не последняя встреча. В общем, надеемся, мы вам тоже не надоели еще. Мне было очень приятно, уверен, что не последняя. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо, доктор. До встречи, удачи вам, здоровья. Спасибо за все, что вы делаете. Нам правда с вами очень комфортно и круто. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Удачи. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.